Друзья, я прошу всех минуточку внимания, проходите в этот зал, мы хотим сказать несколько слов, открыть выставку. Сегодня мы открываем выставку Александра Трифона, он у нас уже выставляется не впервые, мы представляли его работы в различных групповых проектах, а это выставка в 2015 году была выставка совместно со скульптором, но сегодня это особенный проект, все прочитали название от Брейгера Трифонова. По-моему, по этой выставке можно изучать всю историю искусства. Я хочу передать слово автору. Здравствуйте, дорогие друзья, рад вас всех видеть. Хочу сразу же поблагодарить всех, кто пришел в такой жаркий день и познакомился с моими работами. Что я хотел коротко сказать о выставке, я даже стал вчера думать и вспоминать, с какого момента я начал использовать в своих картинках сюжеты известных классических произведений, западной или русской жизни, и даже не мог сразу вспомнить, как-то это всегда у меня с детства была какая-то тяга, по-своему исполнить любое произведение. Когда я открыл каталог, листал, вот Рембрандт, снятие с креста, мне как бы я сам в это нарисовал. Даже если я не мог исполнить какие-то элементы, я думал, чем их можно заменить, что там, как это все перевоплотить. И одна даже из моих первых больших работ была, помню, картина, написанная по мотивам Босха, а не сенея креста. И продолжая работать в своем ключе, в своем таком суровом, театральном, темном стиле, я иногда себя веселю работами, работами более яркими, более, можно сказать, написанными в более реалистическом ключе, за основу в которых я беру сюжеты известных всем художников. И вот так постепенно набралось несколько работ, и Вадим Гентгборг, художный руководитель галереи, как раз предложил эту идею, почему бы не представить вот эти картины. И вот так большинство картин здесь собралось, именно объединенных одной этой темой. Тут можно увидеть работы, сделанные мною по мотиву произведений Брейгеля. Наверное, этот художник никого не оставляет равнодушным, у всех он что-то несет такое из детства, какая-то память, что-то теплое, такое завораживающее. Вот так же Леонарда да Винчи, Восх, другие голландские художники, отечественные наши художники, Саврасов, вот моя работа, «Грачи прилетели», всегда такая такая. И может быть, эта выставка в чем-то шуточная, может быть, в чем-то и нет. Но я считаю, что я пропускаю через себя, вот, исполнил вот эти какие-то классические сюжеты в своей собственной манере. Поэтому и так же, чтобы как-то выставка не была разбавилась, добавились работы именно непосредственно уже созданные в моем ключе, с использованием моих каких-то там вещей, которые я постоянно обращаю. Допустим, там, стулья, какие-то предметы, быта, человеческие головы, пустые головы, разбитые головы, какая-то угроба. И можно долго говорить об этом, не буду вас утомлять. Огромное спасибо всем, что вы подошли, пришли. И вот я хотел несколько слов, чтобы сказала «Наива, члены Оганесян, мой давний наставник, старший друг». Катя, правда? Я действительно Сашу знаю 19 лет. Вот с того момента, когда он очень активно начал рисовать их, и первый период его творчества, он был исключительно венские стулья. Ему почему-то нравилось композиции строить из венских стульев. Надо сказать, что он человек необыкновенно смелый. И вот, как мне кажется, вот перед вами новый тип художника, абсолютно не рефлексирующего, что как бы характерно для старшего поколения художников, он не рефлексирует, но все время пытливо ищет в каждом времени свои какие-то темы. И в каждом времени он их находит, но он их никогда не копирует, а он находит в какой-то способ выразить их таким образом, чтобы они были очень современные. И при этом вот их метафизика, она как бы нам очень близка, потому что это вещи нашего времени, мы никогда не перепутываем их с другим временем. Надо сказать, что мы с ним делали книжки, и он как человек творческий, не позволяет себе никаких, никаких, как вам сказать, он очень точен, очень дисциплинирован. Это, кстати, видно и в его живописи. Он никогда вас не подведет, что тоже очень важно в творчестве. И это важно в жизни любого художника, потому что любой творческий процесс, он, конечно, растягивается, потому что человеку надо думать, искать. Он не очень меняет свою палитру. У него есть какие-то привычные ему колористические пристрастия. Вот мы с ним сегодня выяснили, что он там какие-то типа как раз покупает какие-то методы, а какими-то вообще никогда не пользуется. Но это ему не мешает, потому что он, мне кажется, в тот момент, когда он находит тему свою или тему какую-то подсказанную, он совершенно четко и очень определенно начинает ее разрабатывать, совершенно не стесняясь того, что кто-то может в этом увидеть какие-то версии, скажем, или там повторения. У него он их не скрывает, наоборот, он их обнажает. Мы должны совершенно четко сразу увидеть, откуда, что, чего. Но в этом смысле это, наоборот, мне кажется, очень интересно. Во всяком случае, я была на какой-то из его выставок, и вот я до сих пор вспоминаю портрет Остроповича, который он сделал. Совершенно не будучи знакомым с Остроповичем. Я не знаю, был ли он на моего концерта, может, по телевизору кто-то видел. Не знаю. Это было давно. Но картина настолько вот осталась у меня в памяти, что каждый раз ему говорю, вот теперь фестиваль есть Остроповича, пойди к Ольге, скажи, что есть портрет. То есть мне кажется, что Саша способен не только выразить время, он умеет выразить тему, и он способен очень остро ощутить, как вам сказать, тот пласт художественную культуру, который ему близок, и он умеет его выразить. Спасибо. Спасибо большое. Выставку мы считаем открытой, она будет работать одну неделю до четверга, приводить друзей каждый день с 4 до 10. Может быть, кто-то еще скажет? Я без чьих, извините, пожалуйста, я уже с вами знакома, вот, да. Я беру с этой небольшой аудиторией. Во-первых, добрый вечер. Я поздравляю вас с этим выставством. Я обожала немножко, еще только так взглянула, но так как я уже знаю почерк Александра, да, и я вот всегда говорю, я давно не была в вашем прекрасном совершенно клубе. Рада, что попала именно к вам. А так как вот здесь рядом, я всегда одно и то же говорю в этом плане, да, рядом здесь трехпрудный, где родилась Марина Петальева. И дух ее везде присутствует. И вот когда я в прошлый раз увидела Александра, и сейчас вот так взглянула, я еще подробно не смотрела, но взглянула. Для того, чтобы передать вот все, что передает он, зная тех художников, которых мы тоже все знаем, нужно иметь определенную душу. Эту душу художник раскрывает в своих произведениях, так же, как поэт в своих стихах. А поэтому позвольте меня в этом плану относительно души, не знающей меры, прочту Марина Петальева. Душа, не знающая меры, душа хлыста и изувера, тоскующая по печу, навстречу палачу, светящая, как бабочка на слезоиде. Душа, не съевшая обиды, что больше колдунов не жгут. Как смлиной высокий куст, дымящая от босиницы. Душа хлыста и левитицы, самонароловой сестра. Душа достойная костра. Это очень сложно, но человек, который в данном случае пытается вот проникнуть в брейдер. В общем, я люблю перечислять тех художников, которые, так сказать, в бомбусе, вообще, там душа вот такая. И мне кажется, несмотря на всю сдержанность и скромность внешнюю, в нем душа вот не знающая покоя. И вам спасибо. Перейдем к основной части. Перейдем к основной части. Продолжение следует...